друзья всем привет с вами геннадий стойм на канал добрый гена я продолжаю строительство своего разумного дома и рассказываю подробно о всех этапах но в предыдущем видео напомню я клал первый ряд все получилось хорошо прекрасно после чего день взял паузу и мы прямо здесь отмечали так сказать начал моего строительства со своими мамами сестрами женой и сегодня я покажу таким образом я буду армировать каким образом я сделал идеальную поверхность на всем фундаменте то есть вот прям в ноль вывел и естественно как обычно по классической схеме вначале показываю инструмент но потом все процессы не будем тянуть время поехали выравнивание поверхности можно посмотреть насколько она идеально получилось я делал вот такой вот штукой это фанера 15-16 миллиметров сверху на ней наждачная бумага r-40 вот тут приделана ручка и 2 рейки которые зажимают данную наждачную бумагу после чего такими легкими движениями все это затирается очень удобно и и получается ну просто идеальный также хочу сказать что мы еще раз прошли везде гидро уровнем чтобы было везде идеально каждый блок с двух сторон я просматриваю чтобы он был уровень ну естественно после того как мы сделали выравнивание первого ряда теперь будем армировать это штроборез ручной пакеты это для заливки швов увидите также шуруповерт нужен шурупы у меня есть доска на 15 следовательно мы ее будем прикручивать после чего здесь у нас остается расстояние по семь с половиной сантиметров за минусом ширины штробы в два с половиной сантиметра мы входим нормы 5 5-6 сантиметров от края что касается сгибания арматуры то суруди вот такой вот стол из того что было из инструментов это болгарка защитная каска рулетка карандаш можно маркер таким образом вставляется здесь вот уголки прикручены вот так видно хорошо тут тут вставляется рычаг в виде трубы и спокойно легко загибается арматура восьмерка сейчас скажу марка е 500 а по моему такая в общем все показал теперь перейдем посредственно кормирование для штробления все готово прикрутил доску на саморезы черные взял штроборез такой вот отметил отметку два с половиной сантиметра именно такую глубину необходимо делать канавку сделал отметки откуда именно тут пять сантиметров тут я сделал семь с половиной когда будет потом закругляться ну и с старая штроба как раз те же пять получится ну все начинаем закончил делать штробы все здорово получается все уже получилось везде по периметру не видно здесь инструмент хороший этот хотя есть один недостаток медленно но в принципе я готовил еще другие инструменты для штробления но на первом ряду побоялся их делать поэтому на втором но точнее на четвертом ряду попробую другие поэкспериментировать в общем теперь делаем дальше арматуру в нем так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом решил... Не знаю, что это у нас, как это назвать... В общем, осталось сейчас их все вытащить и... Залить клеем... Как-то на торту делают... Торты... Розочки всякие... Вот так сейчас надо аккуратненько разрезать... И начнем заливать... Торты... 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 Как ни старайся делать чисто... не получается но сама главная работа сделана сейчас чуть подсохнет срезаем ну и в целом я надеюсь вам понравилось я постарался показать все этапы им образами что делал но следующее видео я уже начну власть 2 3 4 всем спасибо с вами был геннадий стомин канал добрый гена всем пока а